итак друзья всем привет сегодня 5 октября 2024 года что друзья я приехал на пасеку сегодня сегодня у меня такой план работы вот ловушки ну эти я трогать не буду которые у меня пчелы в ловушках сидят все они пойдут на сиву до этого я показал видеоролики как объединял я как прошло объединение этих райов из ловушек как отыскивал маток в ловушках все это показал в общем сегодня моя задача такая потому что в ловушках были рамки такие с пчелой до которых было мало меда и сейчас как бы прошло объединение и вот эти вот рамки которые маломедные их нужно убрать из улья также там стоят заставные доски и к этим доскам в общем я подставлял пчел они тоже не нужны там нужно убрать и поставить как бы сформировать как бы гнездо и на край поставить эту доску в общем эту заставную доску надо перенести вот такой у меня сегодня план работы наглядно показываю видите вот образовался у них мощнейший клуб вот так вот но вот это заставная доска а вот эти три рамочки если с медом я их оставлю если меда мало я их уберу а вот это вот заставная доска в общем пенка прибита к рамке и в общем получилась такая заставная я показывал себя на канале и и полоски между делом нужно убрать люди сейчас всех отработали свою а вот этот улей без насти рамочный доска заставная не зашла у меня туда место не было теперь нужно что видите спармировался от стенки до стенки даже вот здесь вот естественно эту рамочку я уберу вторую тоже посмотрю это тоже подставлялась рамочка если что эти две рамочки могу убрать челу жму и поставлю вот эту заставную вот такая вот работа вот сегодня у меня в общем по погоде у нас на среднем урале уже несколько дней утрами минус 5 минус 7 эта ночь была обиду всем она тот же не исключение но сейчас плюс 9 вот челки не особо не летает но вот где-то вот так вот вылазит очищается может быть но где-то и сидят и не думают вылазить по прогнозу дня через три может четыре там где-то рисует теплую погоду плюс 18 это значит как правило у нас на урале пчелы в первой декаде октября как правило массово будет будет облет скажем так массово обледятся и порой бывает что это будет у них последний облет в этом году каких предыдущих годах да есть какие-то исключения что бывает что и где-то в начале ноября может прийти какая-то плюсовая хорошая такая погодка и пчелки могут осуществить ливить как бы массовый тоже облет но это исключение кстати в том году они облетывались до облетывались тоже не все семьи которые которым видимо нужно было по нужде они облетелись которые даже фактически и не вылазили было и такое но это все и как бы не главное будет не будет ноябре это уже неважно главного часа в октябре массово облетятся и этого достаточно нашим пчелосемьям чтобы они дозимовали до весны в общем до следующего массового облета в 2025 году в общем все сейчас иду работать буду показывать как я буду работать убирать лишние рамки ставить за основные доски и так поехали в общем для работы с пчелами мне понадобится переносной ящик для рамок естественно дымарь щетка стамеска ну и техника безопасности перчатки ну и вот улей это у нас была воспитательница в этом году надеюсь следующем году тоже был воспитательница то я ее еще и усилил в этом году поменял у нее маточку матка зеленой меткой и это хорошо визуально посмотрим сколько пчелы пчела здесь находится на всех рамках полу нулей пчела рыженькая бакфаст ну такой бакфаст в этом году я выводил что пчелы получается более рыжие бакфаст бывает разный чем бакфаст по селекции по цвету не идет как бы это не главное так что это не говорит о том что если рыжий не рыжий так вот эта рамочка очень тяжелая очень тяжелая ребята пчелы много здесь немного перга тут есть эту рамку я оставляю пчела волнуется эта рамка тоже тяжелая ребята очень тяжелая очень тяжелая видите тут корма немного расплода есть от предыдущей матки вот этот расплод они его не бросают ну пусть выходит расплод эту рамку оставлю им тоже доски из петки они работают но все равно пчела их грызет вот эту пенку так следующее тут видим полнометная рамка отлично все ничего тут сверх естественного делать я не буду ребята просто сдвину вот эти рамки так ребята вот этот улей я показывал сейчас вот давайте вы наглядно посмотрим стоит не стоит убирать рамки посмотрим такая пустоватая рамочка а тут полностью от с одной стороны кормов их набитого так вот ну рамочку я эту уберу наверное лучше смести вот пчелу пчела уже такая видите пассивная так еще одна рамочка нужно проконтролировать так рамка тяжеловатая о кормов много здесь вот так это полнометная рамка оставляю так еще посмотрим рамочки так тоже полнометная фактически рамка тут место для ложа есть тяжелая рамка так еще рамочка посмотрим тоже кормов кормов достатки все ребята оставляю вот эти вот все рамки с хорошими кормовыми запасами я считаю и сейчас можно поставить завставную доску здесь матка 2024 года молодая так что вот такие сильные семьи с молодыми матками они бурных начинает весной развиваться тут вот видите много кормов я эту рамку убираю так эту семейку я вам показывал ребята где полно гнездо от стенки от той и на всех рамках фактически так эти полоски между делом уберу раз открыл улей так прикроем это далекая рамка так следующая рамка ну тут как бы есть корма корма тут есть неплохая рамка так вставляем здесь тоже корма есть ребята очень даже и неплохо все вот так как объединение прошло замечательно подстраховкой вот видите сколько пчелы тут сидит апсидка эти рамочки сдвигаю сейчас они точно уже драться не будут пчелы объединились следующего улю что и как здесь полный улей полоски сюда вот в романосец потом беру эти рамки лег легкие я сказал так еле-еле я вытащил третью рамку да тут корма есть корма есть в принципе на край можно такую рамочку подставить еще так добраться надо до заставной доски вот на заставная доска более легкая рамка трясем пчелу стряхиваем что и как то как может вот челки лезут ячейки и их нужно дожидаться когда они вылезут вот тут сидит вот вот она вот не спеша не спеша не хочет вылазить вот сейчас вылезет вот так вот и так следующая рамка чем корм тут есть медочек так можно эту рамку оставить и еще вот такая вот кормовая рамочка я ее тоже оставляю а эти две убираем вот так вот пчела здесь ставим брата за столную доску перекрываем буду добавилось две рамочки у них с медом ну и все с этой семьей все прекрасно вот здесь вот давайте глянем как тут обстоят дела посмотрим рамочки я составлял заставная доска пчелы здесь в достатке да ребята интересные были отговорки в комментариях сильные семьи плохо зимуют раз плохо у кого-то плохо надо учиться чтобы сильные семьи ребята у вас зимовали хорошо так тут медок с одной стороны тут немножко его так эту рамочку я убираю я так ребята наоборот за то чтобы у меня на пасеке были сильнейшие семьи а что толку от этих маленьких семей как они прозимуют еще неизвестно как они развиваться будут весной тоже неизвестно не вижу ничего хорошего маленьких семейках так корма тут есть тут прилично кормов оставляю эту рамку так следующее тоже кормов неплохо рамочку тоже оставляю а вот это вроде полегче будет полегче эту можно убрать хотя есть корма какие-то но маловато маловато для зимовки ну и все где сдох зиму готова закрываем так следующее семейка тоже неплохая надо рамочки пересмотреть так более легкая вот и тяжелая рамка расплод у них остался расплод оставлю так как рамка тяжелая корма есть там надеюсь в ближайшее время расплод выйдет и потом в аккурат у меня будет последняя обработка методом полива тоже корма есть и прилично методом полива сверху бипинчиком будет все замечательно так вот это более легкая рамка я убираю сразу эту убирает две оставляю так вот можно сдвинуть так следующая семья а был слабачок как бы считался тут тихая смена была в принципе не наростили пчелы и плюс пчелы из ловушки все получилось отлично сейчас эти рамки переберу из основную поставлю куда нужно так более легкая рамка и тут опять застряла пчела еле вылазит подождем уберем это тяжелая рамка это тоже тяжелая рамка это тоже тяжелая рамка так вот это полегче вот уберем хотя тут с этой стороны тоже кормов а вот тут нету вот поэтому да полегче ну что все гнездо скомплектовал зиму пусть сейчас пчела усядется как надо и сформирует свой нужный клуб все таким образом буду работать дальше в общем метод работает объединение пчел поздней осенью таким вот способом скажем так по приморозу по минусовым температурам пчелы прекрасно объединяется ну вот друзья я вам показал как я объединяю свои пчелосемьи скажем так вот эти раи поздней осенью не обязательно вот так привезенные раи можно объединять удалять ненужную матку но и можно также если вы видите какие-то у вас семьи которые вам не нравятся на свои пасеки какая-то злобливости из семьи можете эти семьи таким образом как бы убрать матку удалить а пчел разоставить подсилить соседние семьи вот таким способом который я вам сейчас показал нескольких скажем так видео в последних но это видео естественно по объединение раев это фактически я показал завершающие все теперь можно к этим семьям не подходить за исключением еще раз пролечить от лещавара и все семьи в принципе готовы полнометные рамки у них пчелы объединились усилились все отлично а так друзья кому полезно моё было видео и предыдущие по поимке рая по объединению раев естественно можно поставить лайк либо дизлайк подписываемся на дзен в первую очередь на дзене буду выкладывать видео а затем уже рутуб youtube в общем все ссылки внизу и также вся наша продукция с нашей пасеки все ссылки внизу всем друзья пока и до встречи на моем канале пока пока